Благодарность нашему Господу за милость, которую Господь к нам являет. На этой неделе народ Божий говорил о таком важном событии, как Благовещение. Благая весть. Благая весть. На этой неделе народ Божий говорил, и мы сегодня говорим, эта тема записана в Священном Писании. Это тема, которая показывает нам те события, когда Христос пришел на этот мир. Я прочитаю место Священописания, Луки, 1 глава, с 26 стиха. В шестой же месяц был послан ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосифа. Из дома Давида, имя же жене Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатный, Господь с тобою, благословенно ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слова его и размышляла, что бы это было за приветствие. И ангел сказал ей, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь, Бог, престол Давида, отца его. И будет царствовать над домом Якова вовеки, и царствую не будет конца. Мария сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего оценит тебя. Посему и рождаемое святое наречется сыном Божиим. Вот Елизавета, родственница твоя, называемая неплодной. И она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц. Ибо у Бога не остается бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, си раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И отошел от нее ангел. Мы прочитали с вами это место, Священное Писание. Мы с вами видим, как происходило это событие. Мы видим, что ангел пришел, мы видим, к Деве, обречен к Марии. Пришел для того, чтобы возвестить ей. Возвестить ей очень такую радостную весть, что она обрела благодать у Бога, и она родит сына. И этот сын наречется, как мы с вами прочитали, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его. И царство его не будет конца. Он будет царем. Он будет тем царем, который будет править этим миром. И по сути дела, он и являлся царем, и он властелин этого мира. Мы с вами видим, что здесь Священное Писание нам подчеркивает и говорит об этом таком удивительном событии. Вы знаете, здесь каждое место, которое мы с вами прочитали, можно подробно останавливаться и рассуждать. Здесь очень много глубокого смысла. Мы с вами замечаем, что ангел говорит ей, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Бог провозглашает свое слово. Еще за много времени, когда мы читаем книгу Даниила, ангел Гавриил пришел к Даниилу и сказал ему, что услышана твоя молитва, и я пришел тебе возвестить, что через столько и столько времени придет Спаситель, придет тот, который спасет людей. И вот этот ангел Гавриил приходит сегодня, мы читаем, он пришел к Марии и говорит об этом событии. Он говорит ей, что у Бога не остается бессильным слово. Пришло назначенное время. Пришел тот час, когда Божье слово сбывается. Вы знаете, мы иногда думаем, что вот почему-то то так происходит, то как-то. Но у Бога нет, чтобы оно, знаете, как-то Бог наблюдает за своим словом. И все совершается вовремя. Вовремя совершаются все события. Бог никогда не опаздывает. Бог решает все всегда вовремя. Он сказал, что пройдет столько-то периодов времени. Выйдет повеление. И когда это вышло повеление, и он говорит, произойдет там 62 седьмины, еще седьмина, и придет Христос. Придет тот, который будет пасти народ. И это слово сбылось. Мы читаем с вами про мужа Авраама. Когда ему Бог сказал, что я благословлю тебя. Благословлю народ твой. Благословлю. И говорит, размножу тебя. И благословлю тебя. И это слово сбылось. Это слово, оно имеет силу. Божье слово имеет силу. И Бог наблюдает за своим словом. И смотрите. Еще как бы только она услышала только эту весть. Но она говорит о том, что уже пришло спасение. Пришло спасение всему роду человеческому. Мы читаем с вами книгу Исаии, знаменитую 40 главу. Здесь написан такой стих, третий стих. Глаз вопиющего пустыни, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему. Смотрите, еще за много времени пророк Исаия говорит, приготовьте путь Господу. Приготовьте путь Господу. Этот, знаете, призыв, он звучит и сегодня, до каждого сердца. Приготовьте, приготовь путь Господу. Как мы с вами готовим этот путь? Как мы приготовим этот путь? Вот смотрите, Мария, она вот так приобретала. Она жила благочестиво. Она, смотрите, вела какой образ жизни, что Господь увидел ее сердце. Господь увидел, какое ее хождение было. И Господь пришел к ней и говорит ей эту благую весть. Что она должна сделать? Что она должна сделать? Она должна поверить. Она должна довериться Господу. Она должна принять это слово, не сомневаться. И она приняла это слово. Она услышала это слово и приняла его в сердце. И Господь благословил ее. Когда мы читаем с вами эту же главу 46 стиха, 1 главу, Мария говорит, что величит душа моя Господа. Что он презрел на рабу. Что он увидел сердце мое. Он увидел хождение мое. Он увидел, как я жила, как я поступала. И смотрите, она говорит, что возрадовалось мое сердце. Она возвеличивает Господа. Что он презрел на рабу. Он сотворил великое. Он сотворил великое. И кто она по сути дела? Она говорит, что она раба. Смотрите, мы с вами замечаем, что эта женщина, она смирилась пред Богом. Она услышала эту благую весть, как много сегодня людей, которые слышат благую весть и не откликаются на эту весть. Как много сегодня люди слышат этот призыв, когда Бог говорит к их сердцам, чтобы они остановились на путях. Чтобы они услышали, что Бог к ним обращается. Как Слове Божьем говорит, остановитесь на путях ваших. И рассмотрите, где путь древний, и идите по нему. Но люди не хотят идти по нему. А Бог призывает. Сегодня благая весть звучит. Эта добрая весть звучит. И мы не знаем, сколько еще продлится эта милость Божия. Но эта милость, она еще продлевается сегодня. И Бог сегодня говорит нашим сердцам. И смотрите, мы имеем это благоприятное время. Мы можем собираться с вами и слышать это Слово, которое производит в наших сердцах работу. Мы смиряемся. Мы слышим это Слово. Оно выправляет нас. Мы слышим это Слово. Оно вселяет нас в веру. Мы с вами ближе подходим к Господу. Это Слово дает нам очень много силы. Мы читаем, есть места, священное Писание, когда Ной тоже приобрел благодать пред Богом. Единственный человек из всех людей, которые тогда в то время жили. И он единственный, который был верный Господу. И Бог увидел его сердце и сказал, что в тебя благословлю. И в нем Бог благословил. И Бог сегодня говорит и нашим сердцам, что если мы будем верны Господу, Бог будет благословлять и наши сердца. Если мы остаемся верны Господу, Он верен Своему Слову. Он сказал, что я тебя благословлю. И мы с вами замечаем, Иисус Христос однажды сказал ученикам в своем Евангелии 14 главе. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и меня веруйте. Не нужно смущаться. Нужно верить, потому что Божье Слово, оно истина. В одной газете читал такую заметку. Происходил пожар в одном здании. И люди не видели выхода из создавшейся ситуации. Очень много было дыма. Такая обстановка находилась. И они услышали голос одного мужчины, который начал им говорить, идите за мной, я вам покажу путь, чтобы вы стали живые. И они пошли за этим человеком на его голос. И таким образом они спаслись. Сегодня этот голос Божий звучит в каждое сердце и говорит о том, что идите за мной, я вам покажу этот путь. И вы приобретете спасение. Не нужно сомневаться, потому что Бог никогда никого не обманывает. Он говорит, что Его Слово, оно имеет силу. Мы прочитаем еще одно место священного Писания, Коринфянам, 15 глава. Апостол Павел говорит такие слова. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовестил вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились. 15 глава, с 1 стиха. В который и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовестил вам. Если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Смотрите, апостол Павел как говорит здесь, что если вы удерживаете то благовествование, которое вы слышали, если оно только не тщетно в вашем сердце. И это Евангелие, он говорит, Христос умер за грехи наши по Писанию. И мы сегодня говорим о той благовестии. Мы говорим о том, что некогда Господь пришел. Вы знаете, каждого из нас по-разному Господь останавливал на наших путях. Каждого из нас по-разному Господь стучал. Я не знаю, как к вам, но Господь когда-то и в мое сердце тоже простучал. Когда-то Господь тоже мне сказал, что Он меня любит. Когда-то Господь сказал, что иди за мной следуй. И знаете, я пошел за этим голосом, и я не жалею о том, что я пошел за Господом. И Господь благословил меня и мою семью. И я благодарю Господа, что вся моя семья славит Бога. Все дети славят Бога. Я благодарю, что они все трудятся и славят Господа. Потому что я верю в то слово, которое Господь сказал, что если ты будешь служить мне, и я и дом твой благословлю. И я верю в это слово. И Бог никогда не опаздывает. И Он всегда благословляет. И нужно верить в это слово. И Бог всегда верен своему слову. Он сказал, так и будет. Мне когда Он сказал Авраму, я благословлю тебя. И благословлю все потомство твое. И я поверил в это слово, что Он благословит. И Бог благословляет. Потому что Он верный этому слову. Я верю в это. И исходя из того, что я сегодня слышу, исходя из того, что мы сегодня слышим с вами, давайте мы сделаем такой как бы анализ. Что сегодня Бог нам говорит? Нам сегодня Бог говорит о том, что Его Слово имеет силу. Нам сегодня Бог говорит о той благой вести, которая прозвучала некогда. В далекой древности. И сегодня эта весть звучит. Каждому сердцу. Чтобы мы не ослабели. Чтобы мы верили. Потому что можно ослабеть. Можно в чем-то где-то засомневаться. Как Захарий засомневался. Был священником и засомневался. Он не поверил, что Бог силен. Что Бог может благословить. Не нужно сомневаться. Не нужно допускать мысли, что где-то Господь может в чем-то, где-то. Он говорит, не смущайтесь. Верьте в Меня. Потому что Он сказал и Он исполнит. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Алку. Аминь. Reports Logic. Советую massacre. Уч injustания. Под состоянии. Пусть Господь нас благословит. Алку. Пусть Господь нас благословит. Продолжение следует...